5 декабря в России отмечают День волонтёра. Безвозмездная помощь на благо общества, не жалея сил и времени. Не помпезный слоган, а смысл жизни людей, без существования которых сложно представить современный мир. В Паненцовском округе знают своих героев. Их труд невозможно переоценить. Своих бросать нельзя. Вот это чувство патриотизма, когда мы росли в Советском Союзе. И у нас был брат за братом. Наверное, сейчас это чувство и сейчас есть. Старая наша советская школа. Пункт сбора гуманитарной помощи в Звенигороде во главе с Владимиром Волотовским наилучшим образом зарекомендовал себя в таком непростом деле. Сюда приезжают люди со всей Москвы и Подмосковья. Они привозят необходимые вещи и личные посылки для мобилизованных членов семьи. Мы возим непосредственно их родственникам, детям, мужьям. И поэтому они даже, скажем так, больше начинают помогать. Потому что мы отвезли, допустим, личную посылку. Лично передали. И они видят, что посылки доставлены. Что мы, ну, как говорится, ничего не теряется. Что мы все, что здесь приняли, что они нам отдали, мы все непосредственно довезли. Поэтому энтузиазм, наоборот, даже больше. То есть люди начинают передавать наши координаты. И, скажем так, объем работ только увеличивается. Первую машину с гуманитарной помощью отправили в апреле. Постепенно количество посылок стало увеличиваться. Сегодня грузы полностью укомплектовываются в течение двух-трех дней. Восемь палетов необходимых вещей, продуктов питания и медикаментов дважды в неделю доставляются в госпитали на освобожденных территориях и для тех, кто находится на передовой. Сам служил и понимаешь, что это такое, что сейчас реально ребятам нужна поддержка. Чем мы больше будем помогать, тем быстрее будет победа. Волонтерство – это зов сердца. Люди выбирают помощь другим, зачастую забывая о личной жизни. Единожды сделав доброе дело, для них, как правило, уже нет пути назад. Елена Краева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».